Они ломают лавочки и урны, раскидывают мусор и портят городское зеленение. Крупнорогатые и парнокопытные вандалы стали серьезной проблемой в Карачаевске. Как городское руководство вышло на тропу борьбы с беспризорным скотом в репортаже Ахмата Халкечева. Появление беспризорного скота в городе – это результат безостретного отношения их хозяев, которым, по-видимому, еще раз нужно напомнить, что они в ответе за тех, кого приручили. Данной проблемой серьезно занялось городское руководство после многочисленных жалоб людей, которые возмущены парнокопытным беспределом. Они переворачивают урны, они переворачивают лавочки, вазоны с цветами вот так разрушают, тоже ломают, переворачивают. То есть вот такой ущерб наносят всем, кто пытается создать красоту в нашем городе. Это очень обидно каждому жителю. Они по помойкам шарятся, и потом еще это доят этих коров, а мы пьем это молоко. Я считаю, что это недопустимо совершенно. Завел животное, надо за ним следить. Хозяев животных, которые нарушили общественный порядок, на первый раз почти простят. Всего лишь разъяснительная беседа и предупреждение. Но при повторном случае штрафа уже не избежать. Сумма варьируется от одной до пяти тысяч рублей. Ведь помимо порчи городского имущества, беспризорный скот – это опасность на дороге. Мера вынужденная. Штрафами наш бюджет сильно не пополнить. Она больше воспитательная. Чтоб нарушитель в следующий раз подумал, прежде чем выпустить свою корову в город, лучше купить на эти денежки корм и дома кормить свое животное. Только за прошедший месяц в Карачаевске выявлено более 15 нарушений с участием домашнего скота. Хозяев парнокопытных привлекли к административной ответственности. Некоторым выписали штраф. По словам Камала Каркмазова, ситуация начала меняться к лучшему. Были и те, которые думали, что это нормально. Люди, которые не знакомы были с данной ситуацией, с законом, для них отдельное разъяснение проводилось, что так нельзя. И да, они больше не повторялись. Ну, ситуация как бы улучшается. Ну, по крайней мере, я выезжаю каждый день в город раз в 10, на и за день проезжаю весь город. Город кругами и смотрю. Ну, сегодня точно ни одной не видел. Средства, полученные от штрафов, идут на корм животным в пункте временного содержания, а еще на восстановление озеленения и иного ущерба, причиненного буленками. Ахмат Халкечев, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Карачаевск.